ВИЧ-инфекция 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 Я 6 лет принимаю терапию Каждый день Я стараюсь не пропускать У меня нет вирусной нагрузки Я не могу передать вирус Ни своему сексуальному партнёру Ни детям, ни близким, родственникам Кому Соответственно, когда люди это узнают, от известных людей, у нас есть многие звезды эстрады, пытаются как-то выступить в поддержку ВИЧ-инфицированных. Когда от известных людей, от сферы здравоохранения, в телевидении появляются подобные материалы, естественно, у людей отношения немножко начинают меняться. Есть российское объединение людей живых с ВИЧ, которые занимаются и профилактикой, и есть горячие линии поддержки. Это можно у них на сайте посмотреть. Я представляю движение «Пациентский контроль». Мы занимаемся контролем оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным в регионах России. У нас есть сайт, он называется «Перебой.ру». Его легко найти в любой поисковой системе. Очень простой сайт, простая форма, где каждый пациент может зайти и сообщить, что ему не дали такой-то препарат. Что с этим делать? И оставить свои контакты. В принципе, контакты анонимны, они на сайте не отражаются. Получаю их только я, за сайтом слежу я и стараюсь связаться с каждым, кто оставил там сообщение. А дальше мы уже в зависимости от ситуации пытаемся как-то вместе сотрудничать, работать. У нас есть образцы заявлений во все службы, в принципе, которые сегодня ездят в здравоохранение. У нас есть юридическая поддержка, бесплатная, по консультированию, введению проблемных таких моментов. То есть ситуации разные. Есть некоммерческие организации, которые занимаются профилактикой, созданием видеороликов, информированием сообщества и общества в целом. Как бы есть горячие линии. У нас даже есть организация, которая организует группы поддержки для женщин вечно-инфицированных, для беременных женщин. Как бы разъясняют, как планировать семью, как рожать, как обезопасить себя и ребеночка. Ну, то есть организации, в принципе, как и в Украине. Они есть и в России. Как бы просто нужно немножко приложить усилий, найти в интернете. Я в 2010 году обратился в спеццентр уже за помощью, когда у меня начали проявляться сопутствующие заболевания. Там опоясывающий левшай у меня был, как бы с туберкулезом были проблемы. И чем дольше, как бы, вот затягиваешь момент обращения к специалистам, тем сложнее потом, как бы, восстановить иммунитет, здоровье, как бы, ну и свою жизнь. В целом, как бы, до, как бы, уровня вот здорового человека, как бы. То есть, вот я на сегодняшний день могу там твердо сказать, что для меня это не приговор, потому что, как бы, ну, я лечусь, я вижу, как моя жизнь меняется. У меня трое детей. Ну, как бы, все изменилось в лучшую сторону с того момента, когда меня вот притащили отрицающего это лечение, как бы, я бился до последнего, как бы, внутри. Потому что очень же трудно принять, что, ну, как бы, вот у меня это заболевание, что мне нужно лечение, оно пожизненное. То есть, это каждый день нужно принимать препараты. Это нужно раз в три месяца или в два месяца посещать специалистов, сдавать анализы, как бы. Но это все выполнимо. То есть, когда начинаешь этим заниматься, и находится время и на специалистов, как бы, и лечишь какие-то дополнительные, там, свои вещи по здоровью, там, и зубы вставляются, как бы, ну, то есть, начинаешь более серьезно относиться не только, там, к ВИЧ-инфекции, как бы, а к своей жизни в целом, к образу жизни, как бы, там, к семейным ценностям каким-то. Ну, то есть, жизнь меняется, и медицина действительно на сегодняшний день, она способна это дать. То есть, и в плане препаратов, и в плане дополнительных тестирований, и дополнительных каких-то служб, как бы, все это есть. И у нас 38-м федеральным законом это все делается бесплатно. То есть, у нас государство обеспечивает вот лечение и поддержку ВИЧ-инфицированных. То есть, это возможно, ну, как бы, я стараюсь своим примером, более того, вот, и там, и в соцсетях, как бы, я живу с открытым статусом, не скрывая, что у меня ВИЧ-инфекция, как бы, своим примером, как бы, показать, что, как бы, если вы чуть-чуть приложите, там, усилия, там, дойдете до этого центра СПИД или до равного консультанта, как бы, то ваша жизнь изменится очень резко и в лучшую сторону. Мало внимания, как бы, к этой проблеме уделяется со стороны, вот, именно государственных структур. Есть спеццентр, который пытается как-то выживать, там, искать какие-то средства, как бы, и нету возможности, там, бесплатно показывать видеоролики, там, по телевизору, например, разместить социальную рекламу по городу, как бы, проводить какие-то, вот, у нас бывают праздники, там, в центре города или в каком-то регионе города, то есть, это, там, приезжают музыканты, как бы, для молодежи, там, устроено вот этот вот большой праздник, и сбоку стоят автобусы, где можно бесплатно протестироваться анонимно на ВИЧ и получить информацию о ВИЧ-инфекции, и раздатки, и там, и материалы информационные. Вот, у нас это, как бы, есть, и это поддерживает город, вот, в Санкт-Петербурге, например. Я так понимаю, вот, после сейчас круглого стола, что в Севастополе это немножко, ну, вот, внимание к ВИЧ-инфекции, оно немножко, как бы, недостаточное. Основная проблема – это дефицит, да, уже Россия столкнулась в двух регионах, о которых мы точно знаем, с проблемой в доступе. Это либо убирают препараты совсем, да, так называемые каникулы, что не рекомендуется никем и нигде в мире, да, либо переводят вместо трех препаратов, дают два, либо вообще один препарат, да, что, соответственно, либо не лечит, да, либо там лечит, но неэффективно. Соответственно, человек становится переносчиком инфекции еще больше, да, то есть и эпидемия распространяется дальше. Мы мониторим всю Россию, соответственно, Симферополь, Севастополь, да, мы не видим ни одной закупки, да, как вот мы сегодня выяснили, да, закупки есть, они напрямую, да, потому что Севастополь, ну, вообще Крым только вошли в состав России, и эти закупки идут напрямую через новых дистрибьюторов, соответственно, они проходят вот эти вот долгие процедуры контрактной системы. Есть препарат Ставудин, который не рекомендуем в ВОЗ уже не первый год, да, к применению из-за больших побочных эффектов, там, это дистрофия, это, ну, в общем, они долгосрочные и они необратимые. ВОЗом он рекомендован при дефиците финансирования, и то он, скорее говоря, для африканских стран и стран с низким уровнем дохода. Вот, Россия является по классификации мирового банка страной с высоким уровнем дохода, поэтому, и закупки Ставудина из года в год остаются неизменными, а в некоторых регионах они даже возрастают. Если у ВИЧ-инфицированных здесь Севастополь столкнуется с проблемой того, что не выделяют какого-то вида лекарства, как он, как вы ему можете помочь вот здесь? Мы можем написать как на региональный уровень о том, что здесь есть проблема, да, так и на федеральный уровень, да, приведу пример. Вот в Хакасии перестали давать людям препараты, люди писали на сайт перебои.ру, и благодаря, опять-таки, тому, что это было все озвучено в СМИ, о том, что был проинформирован федеральный спеццентр, министерство здравоохранения, ситуация потихоньку начала улучшаться, да. Ну вот мы можем сделать такое, да, там либо крайние, если с нами не идут на переговоры, это так называемые акции протеста. Проблема не должно быть, потому что Крым на сейчас такой показательный регион для России, да, и здесь должно быть все хорошо, да, потому что если здесь возникнет малейшая искра, да, там и пациенты начнут повально писать о том, что им не дают препараты, да, то это будет мировой скандал. Вот, поэтому на сейчас, слава богу, обеспечены все, и мы прогнозируем, что так и будет и в дальнейшем, ну там, по крайней мере, там, ближайшие два года. Мы очень надеемся, что в регионе появится дополнительно именно там городское региональное финансирование, да, что это не будет только федеральные субсидии, да, это поможет улучшить ситуацию. Редактор субтитров А.Семкин